Новый учебный год в новом формате. На 2020 и 2021 в Брестском государственном техническом университете будет возобновлен набор на одну из специальностей. Речь идет о направлении экспертизы и управления недвижимостью. Профессия в последние несколько лет стала вновь востребованной. Набрана будет всего одна учебная группа. У нас возобновляется в 2020 году набор на специальность экспертизы и управления недвижимостью. Выпускникам присваивается квалификация инженер-специалист по недвижимости. Выпускники этой специальности могут работать в риэлторских агентствах, в БТИ. И они не просто как инженера, а они еще в экономическую сторону у них уклон. То есть они работают со сметами, с оценкой материалов. Поэтому в настоящее время я считаю, что эта специальность очень востребована на рынке труда и востребована экономикой нашей страны. Кроме того, эти изменения коснулись и специальности архитектурного профиля, в частности, отдельных вступительных испытаний. По специальности архитектура и архитектурный дизайн у нас в этом году есть изменения. Абитуриенты, поступающие на данные специальности, должны сдавать третий этап вступительных испытаний творчества. Это абитуриенты на специальность архитектура сдают рисунок, композицию и вступительный экзамен по черчению. Это новое. И абитуриенты, поступающие на специальность архитектурный дизайн, будут сдавать рисунок, композицию и живопись. Вот живопись – это тоже новый этап данной вступительной кампании. 1093 абитуриента пополняют в 2020-м большую студенческую семью Государственного университета имени Пушкина. Из них 686 на дневную форму получения образования и 407 на заочную. Стоит отметить, что в Пушкинском вузе также возобновлен набор по ряду востребованных профессий. В 2020 году мы возобновляем набор по некоторым очень востребованным специальностям. В первую очередь это специальности исторического факультета. По дневной форме у нас будет производиться набор на специальность история религии – 4 года обучения. По заочной форме – история и обществоведческие дисциплины – 5 лет обучения. Кроме того, очень востребованной в регионе оказалась специальность социальная педагогика на социально-педагогическом факультете. По дневной форме получения образования мы приглашаем абитуриентов принять участие в конкурсе. В вузе также обращают внимание на льготы, которые действуют при поступлении на отдельные специальности. В первую очередь это касается медалистов, а также победителей областного этапа Республиканской Олимпиады. В нашем университете в 2020 году планируется набор без вступительных испытаний лиц данной категории на 10 специальностей. Еще одна льготная категория без вступительных испытаний – это выпускники классов педагогической направленности. Они также имеют право быть зачисленными без вступительных испытаний при условии успешного прохождения собеседования, которое проводится на базе нашего университета. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.